Субтитры подогнал «Симон» Сегодня эти снимки доступны исследователям. Как можно увидеть, в ущелье между марсианскими скалами проходят гофрированные трубы. Они огромны. Их диаметр иногда составляет 300 метров. Длина до 40 километров. Рёбра жёсткости крепят концы труб к грунту. И чем меньше диаметр трубы, тем реже такие рёбра. Трубы стыкуются, иногда под прямым углом. А концы их уходят под землю или в скалу. Геологи признали, природным образованием это быть не может. Лидирует другая версия. Это трубы искусственного сооружения. По которым происходит чуть ли не движение транспорта и, так сказать, вся жизнь жителей Марса. Я сторонник четвёртого варианта. Это биотехногенный. Вполне возможно, что это действительно искусственное сооружение, но с применением биологической технологии. А так, в принципе, эти две гипотезы, техногенные, биотехногенные, они свидетельствуют о том, что всё-таки это произведение дела рук марсиан. В северо-восточной части равнины стеклянных червей расположен район Седония. Он подарил астрономам много загадок. Там видны образования треугольной, четырёхугольной, пятиугольной и овальной формы размером от нескольких десятков метров до нескольких километров. Именно здесь находятся знаменитое лицо, марсианский сфинкс и пирамиды. Современные аппараты позволяют разглядеть с орбиты Марса предметы размером около метра. В некоторых пирамидах в нижней части есть округлое образование, которое очень похоже на входы в них. Сфинксы снимала каждая американская экспедиция. Фото заметно разнятся. На старых видно лицо. На более чётких просто гора. Эксперты НАСА официально заявили, что никакого лица нет, а есть только игра света и тени. Но земные аппараты всё равно зачем-то наблюдают за этим участком, хотя это сложно и дорого. Чем являются загадочные дюны недалеко от стеклянных червей? Их размеры, нескольких сот метров длины, они, конечно, не позволяют нам назвать какими-то организмами чудовищными. Но, с другой стороны, чёрт его знает. Может быть, это действительно какие-то формы не кислородной жизни, без кислородной жизни. Певица Евгения Власова утверждает, что разумная жизнь на Красной планете существует и сегодня. Ей довелось пообщаться с марсианами. Были они смуглые и золотоглазые. Ребёнком она вышла на балкон, будто на чей-то зов. Там стояли двое, похожие на людей. Такие же дети, как и я, что самое главное. Немножечко один был постарше. Один ребёнок был такого же роста, как я, а второй повыше. И цвет кожи у них был оранжево-красно-золотой. Гости телепатически заговорили с девочкой. Пришельцы подарили Евгении некий предмет и сказали, если тебе понадобится помощь, воспользуйся ним. Девочка зажала подарок в руке и отправилась спать. Предмет нёс чувство небывалого спокойствия и счастья. Однако утром его не оказалось. Для меня это по сей день загадка. Вообще в нашей семье мы это обсуждаем и думаем, что же это могло бы означать, что в принципе я физически это взяла. Да, и положила руку под подушку с этим предметом. А как бы раз проснулась и с такой же рукой, и этого нет. Контакт больше не продолжился. Однако по прошествии многих лет с Евгенией стали происходить удивительные вещи. Я лежу на кровати, а надо мной вместо потолка и соседей звёздное, абсолютно звёздное небо, на котором чертятся разные схемы какие-то. Из звёзд разные цифры, какие-то, как будто бы какие-то пароли, формулы. И вдруг я слышу, опять же, такие чисто телепатические, да? А хочешь, мы тебе откроем тайну Вселенной? Почему-то прозвучало именно «мы». А недавно певица наблюдала самый настоящий инопланетный корабль. Сей, она ехала в машине. Водитель, мать и няня, дочери тоже увидели тарелку, зависшую невысоко над обочиной. Вот ты просто чётко смотришь и понимаешь, что это ничто другое. Это именно то самое, неопознанный летающий объект. И висящий настолько низко. На планете Земля такого цвета нет. Потому что не могу назвать его тёмно-синий. Это цвет ночного неба. Мне стало настолько страшно. Когда ты видишь перед собой это, ты понимаешь, что действительно-таки да. От той самой первой встречи с марсианами у Евгении Власовой на всю жизнь осталось тёплое чувство. Она уверена, любые инопланетные создания добрее и умнее нас. И терпеливо ждут, пока мы станем такими же. Такую любовь, которую я почувствовала, вот эту духовную, высшую, божественную, от них, да, дай Бог каждому вообще человеку прочувствовать, что вот ты живёшь и ты знаешь, что возможно они сейчас видят, как я с вами говорю, как я рассказываю о них, да. И тем самым, на самом деле, каким-то образом я приближаю моментом общения инопланетных созданий с землянами. С тех пор, как человечество осмелилось мечтать о межзвёздных путешествиях, всех волнует вопрос, какие формы разумной жизни могут существовать во Вселенной. Уфолог Алексей Прима более 20 лет изучает НЛО и свидетельства вступивших в контакт. Он собрал сотни описаний инопланетян. Есть множество рисунков, которые составлены со слов очевидцев. Самый сногсшибательный внешний облик такой. Я хочу подчеркнуть, что не скафендр. Речь идёт о существах из кожи. Явно это кожа у них. Значит, у них треугольные головы, похожие на колпаки, если угодно, с наконечником сверху. На этих головах круглые глаза. Не раскосые глаза, как подавляющий блюдо, а круглые глаза. Они похожи на бочки. Высотой примерно 2 метра на бочки. С очень толстыми руками. На руках по три пальца. На них надето что-то типа комбинезона, который доходит до колен. В руках какие-то приборы. Учёные предполагают наличие разума в следующих видах. Полевая или плазменная форма. Это призраки, шаровые молнии, некоторые НЛО. При этом, скорее всего, есть всеобщий планетарный разум, или ноосфера. Оно же информационное поле Земли и коллективное бессознательное. Это сфера разума всех организмов и неорганизмов. Это всего того, что входит в земную систему. И все вот эти системы, они развиваются. Вот самое интересное, что они нестабильны, они развиваются. И развиваются, как уже доказано, от простого к сложному. Возможно, также существование на кремниевой основе и разум кристаллов. Но наиболее вероятно белковая жизнь. И именно в форме гуманоидов, с незначительными отличиями из-за среды обитания. Философы и религиозные лидеры присоединяются. Бог сотворил всех по образу и подобию. Только гуманоиды. Две руки, две ноги. У нас так получилось, что у нас развивались пятипалые. Все. И животные, и человекообразные, и люди. А у них есть пятипалые, есть даже шестипалые. Ну, в большинстве это есть. Три пальца и... Почему он утверждает, что трех пальцев вполне достаточно? Что все шел, все шел. Талант художника Вячеслава Горбунова считают даром свыше. Его яркие абстракции завораживают взгляд, несут прилив энергии и даже могут исцелить болезни. Часть работ в постоянной экспозиции Музея современного искусства. А ведь 20 лет назад мастер представить себе не мог, что возьмет кисть в руки. Но случилось с ним сильное потрясение. Его контакт с внеземными цивилизациями, которые, очевидно, произошло во время его пребывания в Вологде, где он занимался сезонными работами. В конце перестройки Вячеслав Михайлович завербовался из Одессы в Вологодские леса собирать сосновую смолу, грибы и ягоды. Все лето он жил один в избушке посреди густой чащи. Иногда его навещал егерь да деревенские ребятишки. Все время он писал нам письма из ТЭКИ. И вот однажды он пропал где-то на неделю, никакой весточки. Это было необычно, мы даже взволновались. А потом пришло письмо, я пережил такое невероятное. Вы себе не можете даже представить, приеду и расскажу. В тот день на закате он обходил свои срезы на соснах. Непонятное чувство заставило его обернуться. Поодаль, посреди болота, на сухом островке стояли диковинные существа. Они словно излучали доверие и спокойствие. В контакте полное чувство безопасности. То есть такого я никогда не ощущал. Гуманоиды были наголову выше человека. С чуть вытянутыми конечностями и голубой кожей. Горбунову они напомнили дельфинов. Они на кого я похожа? Ну, можно сказать, на нас. Антропологически, или как это называется, точно сказать. Я бы сказал, что на нас. Пришельцы общались с человеком телепатически. Недалеко в лесу оказался их корабль. И они пригласили Вячеслава на борт. На экране ему показали жизнь на их планете. Дивная яркая природа. Красивые здания. Дети того же дельфиньего облика. Горбунова звали туда. Но лететь оказалось 20 лет. 20 лет туда, 20 лет обратно. И там сколько? Если бы они хотели... Если бы они хотели... Они бы забрали и не спрашивали никого, ни слова. Если бы возможности такие, что добираться сюда, это же не струны, даже не из нашей Солнечной системы. А между тем, на борту летающей тарелки были люди, которые серьезно собрались в космическую эмиграцию. Вячеслав Горбунов встретил там мулатку. Она произнесла загадочную фразу, которую позднее он найдет в словаре. «Летс гоу», что означало «поехали». Прямо как Гагарин. Есть очень важный и интересный нюанс. Они, операторы НЛО, ни в коем случае сами по себе никого с Земли не тащат. Они требуют согласия. Одессит отказал инопланетянам. Дельфиноиды не обиделись и покатали Вячеслава Горбунова на НЛО. Он потом очень волновался, что незаконно пересекал границу СССР. Домой Вячеслав Горбунов вернулся из Вологодского леса с мешком сушеных грибов, густой бородой и странной способностью писать неземные картины. А ведь если бы тогда согласился на приглашение энлонавтов, сейчас бы уже долетел. Первые письменные упоминания об НЛО – египетский папирус, где описаны хроники царствования фараона Тутмоса III. Документу 3,5 тысячи лет. Там значится, что в небе появились огромные бесшумные огненные круги. Они сияли ярче солнца и простирались до границ неба. На землю падало летучее вещество. Круги потом собрались и улетели на юг. Историк Плутарх писал, в 73-м году до нашей эры возле пролива Дарданеллы сошлись на битву войска римского полководца Лукула и царя Митридата. Небо разверзлось и показалось огненное тело, которое неслось в промежуток между войнами. Оно имело форму бочки и цвет расплавленного серебра. Устрашенные противники разбежались. А по России это 1815 год. У меня есть это первоисточник. В Терресе это первоисточник и есть. Была посадка в Тульской области. В Тульской губернии была посадка. Тоже произвела сильнейшее впечатление на окружающих, потому что вылезли два черта с рогами, с хвостами, я даю описание. С рогами, с хвостами. И одного человека захватили и утащили на свою дьявольскую колесницу и утащили в небо с концами. Незванные гости пожаловали прямо в квартиру жителей маленького уральского городка. Поздним вечером Алексей Дюжаков по обыкновению, лежа на диване, смотрел телевизор. Показывали женский хоккей. Игра была интересной. Но последующие события заставили Алексея начисто забыть про манч. Слышал, форточка так вот открыта была. Она так цоп друг от друга. Алексей оторвал взгляд от экрана и повернулся к двери. На пороге комнаты стояли два существа, будто сотканные из серого дыма. Форму имели человеческую. А на голове сверкали красные глаза. Алексей заорал так, что слышали соседи. Второй пришелец выпустил из головы яркий луч, который прошелся по стене и ослепил Алексея. И вот этот задний вот так стоял, вот так раз в голову повернул, тык на меня. И вот вспышка. Все. Как вот прям белая-белая такая, как с голубизны что ли. Все, меня ослепило. Я ничего не вижу. Гости растворились в воздухе, оставив налет серой пыли и запах озона. А главным доказательством был тлеющий диван. Не горит так, как пар идет. Вот посмотрите. На крик из соседней комнаты прибежала супруга. Вдвоем они затушили мебель, но осталась странная борозда. Видно, как луч шел по стене, опустился на диван, прожег его насквозь, почти подобрался к подушке. Как лазером, прям вот так вот, видите, прямо, прям, я не знаю даже. И глубина вот одинаковая, прям. Головой. Голова уже маленькая, точно по голове было. Алексея еще долго колотила от страха. Светлана сразу ему поверила. Однако, что делать, никто не знал. На всякий случай, хозяйка окропила комнату святой водой. Вдруг ночные визитеры от лукавого. Он не поблигал так всех. Хотя Алексею они больше всего показались похожими на инопланетных роботов. Природу странного повреждения дивана никто так и не смог определить. Оставаться в той квартире у хозяев не было сил. Боясь нового внеземного нашествия, они ночевали у родственников и в конце концов переехали в другой дом. Самая ближайшая к Земле планета – это Венера. Ее называют сестрой-близнецом Земли. С такими же размерами и массой. Сейчас белковая жизнь на Венере невозможна из-за ее близости к Солнцу. Средняя температура достигает 400 градусов Цельсия, а атмосфера состоит из ядовитых газов. Но ученые считают, что когда-нибудь Венера остынет и будет пригодна для колонизации. Мифология народов говорит о том, что когда-то раньше жизнь была в районе Юпитера, спутников Юпитера. Потом существовала планета Фаэтон, которая разрушилась. Потом она была на Марсе. Сейчас жизнь находится на Земле. И через некоторое время вот именно на Венеру жизнь переместится. Поразительно, но новейшие открытия на Марсе только подтверждают, что раньше там была жизнь. В то время на Марсе были такие условия практически, как на Земле. И не особо сильно отличались. С точки зрения геологии марсианский рельеф был подобен земному. Горы и равнины, материки и океаны, полноводные реки шириной до 20 километров. Это было и существование морей и океанов на Марсе. Вот то, что здесь показано зелёным, это территории ниже условной нулевой отметки. Это всё была вода. Это всё были моря и вот Северный океан. Раз пыли моря, ну значит была жизнь. Сегодня вода на Марсе существует в виде замёрзших ледяных шапок на полюсах. Однако исследователи предполагают, что её можно найти и в недрах планеты. На Марсе жить человеку без скафандра нельзя. Средняя температура минус 100 градусов. А воздух состоит из углекислого газа. Так было не всегда. Всё изменилось резко и внезапно. Там произошла катастрофа. Я думаю, что вот её след, этой катастрофы. Это гигантский метеоритный кратер. Это называется равнина Эллада. Но этот кратер имеет глубину 8 километров и диаметром 2000 километров. Во-первых, в пределах этого кратера там существуют совершенно другие климатические условия. Там и сейчас может быть жизнь. Огромный кратер на поверхности Марса след падения гигантского астероида. Его размер был не менее 200 километров. Столкновение с таким крупным космическим телом вытолкнуло красную планету с орбиты и вызвало резкое изменение климата. Потрясающе, но в священных текстах некоторых земных религий описана эта катастрофа. Она произошла не миллионы лет назад, как полагают учёные, а 10 тысяч. И, похоже, сохранилась в памяти людей. Вот откуда идёт смутная легенда о том, что мы потомки марсиан. Вы знаете, эта катастрофа, она была такой масштабной, что вряд ли кто-нибудь смог бы уцелеть и куда-то перелететь. Единственное, что, может быть, они предвидели эту катастрофу заранее. И вот тогда могли покинуть. Могли покинуть Марс и переселиться на Землю. Могли. Всё больше учёных склоняются к мысли, что жизнь на Марсе не погибла, а перешла в иное измерение или форму. В какую, может быть, форму она перешла? Ну, можно предположить, что это плазменная. Но назовём её так, потому что, ну, вроде бы как, более-менее тут ясно. Это какой-то энергетический сгусток. Вот, например, это как шаровая молния. Вот она довольно... она плохо изучена. Её изучают, но не могут её понять и не могут её создать. А она ведёт себя иногда очень разумно. Ну, никак. У неё движения какие-то, ни от воздуха, ни от чего не зависят. Вот. То есть, вот это, видимо, вот та самая форма, в которую мы перейдём. Самое явное доказательство — катастрофа исследовательской станции ФОБОС-2. За несколько мгновений до гибели он успел заснять на поверхности Марса странную полосу шириной 25 километров. И тень от веретенообразного объекта, который приближался к аппарату. Официально было заявлено, что это тень АВО ФОБОСа. Но этот ответ не выдерживает никакой критики. На Марсе можем увидеть вот эту форму жизни, но можем её не понять. Она более сложная. То есть мы прилетим на Марс, посмотрим, никого нету, ничего нету. И вообще форма существования только белковая, и мы самые разумные. Любовь Олимбекова много лет путешествовала по аномальным зонам. Это были духовные поиски. И, похоже, они завершились в Окунево, таинственном регионе Пяти озёр. Здесь Любови довелось пообщаться с неизвестной науке формой жизни. Это НЛО в виде разноцветных шаров, которые возникают над озёрами и летают в разных направлениях. Они перемещаются. Ну как, они бывают разные, бывают высоко, бывают низко, бывают прямо непосредственно с землёй, бывают как полшара, как будто полшара ушло в землю, половина здесь наверху. Бывает круг, я, например, видела, ну, где-то, наверное, с трёхэтажный дом шар. Но он буквально откатился вон там за речкой. Исследователи сравнили маршруты шарообразных объектов в регионе Пяти озёр и карту местности. Выяснилась удивительная деталь. Шары передвигаются вдоль тектонических разломов. Из разломов выделяется энергия Земли. И шары, видимо, ею питаются. Я считаю, что это разумные существа. Энергетические разумные существа. Это моё мнение такое. Потому что у меня телепатический контакт с ними был. Я это не отрицаю. Первая встреча была очень волнительной. Любовь стояла на берегу, и к ней подплыл жёлтый шар. Диаметром метра два светился горячо, но ласково. Женщина почувствовала, как сама будто заискрилась жёлтым сиянием в ответ. И шар ей сказал на древнем земном языке санскрите. Маха сварута. Что означает «большая космическая любовь». А потом прилетел пообщаться шар красный. Любовь Олимбекова оказалась внутри него. Ощущения были непередаваемые. Исследовательницу ослепило. Но шар телепатически успокоил её, что зрение вскоре восстановится. Полетал над деревьей, а потом бережно опустил Любовь на обочину. Так же, как и при контакте с жёлтым шаром. Поэтому я точно знаю, что это не просто шары какие-то там. А это действительно разумные существа, которые могут отвечать на вопрос и могут управлять психикой человека. Любовь Олимбекова фотографирует НЛО Вокунева и собрала целую коллекцию разных мастей и калибров. Но шары не всегда так дружелюбны. Встреча с ними на дороге грозит выходом из строя автомобиля. А неподготовленный очевидец рискует своей психикой. НЛО появляются в местах тектонических разломов. Так, статистика в случаях наблюдения летающих тарелок в Ростовской области хорошо накладывается на карту так называемого «треугольника смерти». Это район между городами Сальск, Каменск и Таганрог. Самое зловещее место в России. Только за последние 20 лет здесь поймали 37 серийных убийц, включая Чикатило. Ученые полагают, такая криминальная обстановка связана с выделением из недр Земли электромагнитной энергии. Ее влияние на человеческий организм пока не изучено. Равно, как и связь с НЛО. Но факты имеются. Ольга Бершина – жительница Ростова-на-Дону. Несколько лет назад жила в частном доме на окраине города. Одной августовской ночью она проснулась от странного шума и непонятного чувства тревоги. Все окна и двери в сад были открыты. Не ветерка. Цикады притихли. Я открыла глаза и увидела в окно комнаты пробивается яркий синий свет. Я вышла во двор, чтобы определить источник этого света, потому что фонарей вокруг дома не было. Увиденное шокировало Ольгу. Во дворе невысоко в воздухе висела странная конструкция. В длину она составляла около двух метров. Форму имела сигарообразную. А затем превратилась в эллипс. Эта конструкция состояла из множества пластин. Ярко-синего цвета, вот как сейчас все это вижу. Ярко-синего цвета, прозрачных и излучающих яркий-яркий свет. Ольга вспоминает, она так испугалась, что ей стало плохо. Конструкция производила странный, еле слышимый гул, от которого до тошноты заболела голова. Я подняла глаза и над конструкцией этой я увидела силуэт человека, который стоял с протянутыми в мою сторону руками. Но такое блаженство исходило от этого контура, который я увидела. Необыкновенное притяжение. Мне очень приятно и радостно как-то стало. Таинственная фигура излучала золотистое свечение. Некоторое время Ольга оторопела, смотрела на нее. Я задаю вопрос, вы за мной? Он мне так же отвечает, вот ответ в моей голове созревает. Вам еще, за вами еще рано. Я спрошу, а когда? И ответ в моей голове сразу возник. Вы узнаете. Легкая вспышка и ночное инопланетное наваждение исчезло со двора. Наступила звенящая тишина. Женщина немного постояла в недоумении и отправилась в постель. Но уснуть ей не удалось. Это было только начало приключений. Как будто потолок как-то разошелся немножечко. Вот я сейчас это все вижу. И по потолку спустилась световая лента как-то вниз. И по этой ленте, вот как в теленовостях идет иногда информационная лента. Вот пошли такие линии различной ширины. Я онемела. Я не могла двинуть ни ногой, ни рукой. Это продолжалось минут 20, наверное. Потом все исчезло безвозвратно, как страшный сон. Много лет Ольга никому не рассказывала об уведенном. Боялась, не так поймут. Она поменяла дом на квартиру. Теперь ничто вокруг не напоминает ей о встрече с НЛО. И все же события тех минут намертво врезались в память. Любой, даже внешне безобидный контакт с НЛО наносит урон человеческой психики. Вот только так. Андрей Городовой много лет исследует случаи контактов с НЛО. Он погружает очевидцев в гипнотический транс. Выясняются невероятные вещи. Однажды к нему обратилась молодая женщина. На физическом уровне она видела навязчивые сны, связанные с тем, что ее забирают, инопланетяне и так далее. Хуже всего, что женщина на тот момент была беременна. Под гипнозом она рассказала. Ее на самом деле регулярно забирают на борт НЛО и проводят там над ней эксперименты. Порой она сама выходила из дома и автоматически шла в безлюдное место. Прилетал корабль, ее втягивало внутрь. Иногда в окно ударил яркий свет. И в комнате возникала фигура. Далее она видела некий объект. По описаниям он у нее был разный. То это такая классическая тарелка, то это был эллипс, то это был просто свет. Она входила в свет. И дальше даже под гипнозом недостаточно, ну, смутные воспоминания. То есть лица какие-то там, приборы. Попытки установить за пациенткой круглосуточное наблюдение ни к чему не привели. Пришельцы так и не появились. Прошло время. У женщины родилась дочь. Девочка, она мыслила совершенно по-другому. Дело в том, что уже, ну, проблемы начались лет, наверное, с пяти. То есть, во-первых, это было полностью такое самостоятельное суждение. Ну, можно сказать, как описывают детей индии. Этот ребенок выглядел по-человечески, но думал иначе. Она видела призраков и духов. Читала мысли людей. Не играла со сверстниками. Читала в пять лет книжки по алгебре. И часами могла сидеть, уставившись в одну точку. С девочкой произошел несчастный случай. Она утонула в реке. Правда, тело так и не нашли. Как правило, очевидцы НЛО ничего не помнят. Возможно, их нервная система сама стирает память. Так мозг оберегает психику от сильного стресса подобных воспоминаний. Но иногда от контакта остаются следы. Причем довольно ощутимые. В ходе контакта возникают вот такие снохошибательные штуки. Это паренек молоденький. Так, вот так. У него был жуткий контакт. Болевой контакт. Он сильно кричал, с раскосыми глазами. Двое его крутили, какими-то приворами обследовали. Вот появилась у него вот такая вот штука на ноге. Ожог, не ожог. Я не понимаю, что это такое. Вдавленность. И вот такая стрела появилась. Это рассарапано. Сочилось кровью. А вот эта штука у него появилась уже на руке, ближе к запястью. Авиатехник Иван Якубов хорошо помнит странные события в Воронеже 1990 года. Поздней осенью в небе над Нововоронежской атомной станцией стали появляться НЛО. Светящиеся объекты можно было не только наблюдать, но даже и сфотографировать. В один из таких дней Иван Якубов шел со своего дачного участка на работу в аэропорт. Когда я переходил через овраг, вдалеке, примерно в 100 метрах, я увидел какой-то зеленый шар. Он весь светился, переливался. Ну, размером он был в диаметре около метра. Мне стало интересно. Иван Якубов решил подойти поближе и рассмотреть чудесный переливающийся шар. Внезапно сзади затрещали сучи. Мужчина обернулся и увидел человека. Он был высокого роста и хорошо сложен. Где-то он был очень странно. Не то комбинезон, не то скафандр. Лица не видно. Лицо закрывало то ли мокрое стекло, то ли экран, вот как на шлеме у мотоциклистов. И вот на экране появилось свечение, как будто изнутри. Честно говоря, мне стало страшно. Какая-то сила заставила Ивана смотреть в зеленый шар. В нем будто на экране появилось изображение. Это были кадры катастрофы на Чернобыльской АЭС. Затем видение сменилось изображением Нововоронежской атомной станции. Зеленела трава и листва деревьев. Затем на секунду изображение исчезло. Появилась на экране пыль. Потом взрыв. Видел, как метались в клубах пыли люди. Как стаи птиц кружились над городом. Позже на экране шара увидел строящуюся тогда Воронежскую атомную станцию теплоснабжения. После опять изображение Нововоронежской АЭС. Потом со мной что-то произошло. Очнулся я, лежа на земле. Я ходил по этой дороге после случившегося. Ощущал, что за мной кто-то наблюдает. Иван Яковов рассказал о странной встрече КГБ. Его несколько раз вызывали и очень внимательно слушали. Честно говоря, случай этот я вспоминаю скорее как неприятный. Органы меня очень подробно опрашивали о контакте. Просили сделать зарисовку местности. Рисунок того участка у меня до сих пор сохранился. Открытая пушка, которую я описывал тогда, очень быстро заросла. А у меня сохранилось такое ощущение, что меня вот с тех пор кто-то ведет по жизни. Иногда даже неприятности отводит. А через некоторое время на Нововоронежской АЭС остановили работу второго энергоблока. Официальная версия – несоответствие нормам безопасности. Также прекратили строительство атомной станции теплоснабжения в Воронеже. Инопланетяне вышли на связь с Институтом космических исследований Болгарской академии наук. Зам. директора этого института, профессор Лучезар Филиппов, провел сенсационный эксперимент. Главное, что мы должны понять, что наша форма жизни не уникальная. Все началось с того, что профессор познакомился с жительницей Софии Марианой Везневой. Она по профессии архитектор, долго изучала круги на полях и якобы научилась контактировать с теми, кто их создает. Профессор Филиппов и двое его коллег решили через нее задать вопросы внеземным цивилизациям. Эти фигуры явно носят какой-то информационный характер. И с каждым годом они все сложнее и сложнее. Эксперты этим занимались. Это уже наука, криптология. Их структура все сложнее и сложнее. Ответы должны были поступить через круги на полях. При этом ученому было известно, что часть этих рисунков – дело рук человеческих. Но некоторые узоры изготовить даже самым ловким фальсификатором не под силу. И все же Лучезар Филиппов относился к эксперименту скептически. Он просто решил рискнуть и пойти нетрадиционным путем. Я занимаюсь черными дырами. Какая разница между черными дырами? Я вообще астрофизик. Я занимаюсь черными дырами. Что общего между черными дырами и внеземными цивилизациями? Ни тех, ни других никто не видел. Но они все равно есть. Женщине-контактеру написали вопросы, в том числе научные, проверочные, ответ на которые она сама бы придумать не смогла. Болгарские астрономы желали знать, как человечеству установить постоянную связь с другим разумом. Что произошло на Луне во время высадки американцев? Как предотвратить новый экономический кризис? А также многое другое. Ученые передали послание и стали ждать. Контактер Марина Везнева нашла округи на полях, с помощью которых посылались ответы ученых. Оказывается, инопланетяне давно живут среди нас и ведут постоянное наблюдение. Но человечество недостаточно развито, чтобы общаться с иным разумом. Пришельцы не враждебны. Скорее, желают помочь. Только им не нравится, как мы обращаемся с природой планеты. На свои вопросы ученые получили ответы. Логика их была странная, но при ближайшем рассмотрении весьма рациональная. Ответы были, между прочим, очень умные. Они дали совет. Уничтожьте все оружие и прекратите междоусобные войны. И тогда экономический кризис закончится. Это очень умный ответ. Еще было сказано, что контакт с внеземной цивилизацией будет установлен не с помощью радиоволн, а силой мыслей. Но для этого земляне должны научиться пользоваться одновременно двумя полушариями своего мозга. И серьезно измениться духовно. Наше общество не хочет воспринимать слишком много вещей. Если внеземные цивилизации нам предложат, чтобы мы не ели мясо, чтобы обмен веществ у нас был другой, то это приведет к разорению всех, кто занят в пищевом бизнесе. Если они нам предложат, чтобы мы использовали чистую энергию. А Тесла еще в начале 20 века сказал, есть такие источники, чтобы мы не пользовались нефтью. Тогда в кризисе будут те, кто ее добывает и продает. Единственный вопрос, который остался без ответа, с кем встретились на Луне астронавты миссии Аполлон-12? Есть мнение, что спутник Земли оккупирован внеземными цивилизациями. Научный мир отнесся к эксперименту Лучузара Филиппова негативно. Официальная наука продолжает в упор не видеть происходящего на Земле. Человечество ищет жизнь в просторах Вселенной, не понимая в целом, откуда само произошло. Общепринятая догма такова, что люди – первые и единственные разумные существа на Земле и вообще в космосе. А древние мифы всех народов почему-то повествуют о другом. Земные обитатели, они не были человекоподобные. Это были какие-то змеевидные существа, типа драконов, крылатые, хвостатые, четвероногие. Именно они были разумны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова